Как вам не стыдно, дядя? Да что я, предмет что ли какой? А тебе не стыдно, Дашенька? Мы тебя вырастили, знатным человеком сделали, славу дали. А ты так бессовестно бросаешь нас. Клара Лучко не стала в 2005 году. Смерть актрисы была внезапной, она не болела, не предчувствовала скорый конец. Звезда «Кубанских казаков» и сериала «Цыган» утратила жизнелюбие еще в 1965, тогда от очередного инфаркта внезапно умер ее обожаемый муж, актер Сергей Лукьянов. С ним Клара Лучко прожила 15 счастливых лет, родила дочку Оксану. Актриса перестала есть и даже следить за собой. Вдобавок ей, готовящейся разменять пятый десяток, все реже предлагали роли в кино. Из затяжной депрессии спасла новая любовь. С журналистом Дмитрием Мамлеевым она сыграла свадьбу в 1969 и зажила душа в душу. Параллельно возродилась и карьера Лучко. «У меня выработалось одно правило, которое я неукоснительно выполняю никогда не показывать, что тебе плохо», — говорила артистка. «Чтобы никто не смог подойти и сочувственно заглядывая в глаза, сказать «Ну как, Клара, тяжело тебе». Она всегда прекрасно выглядела, улыбалась. Каждое утро делала зарядку и даже в преклонном возрасте не забывала посещать салон красоты. За пару дней до смерти актриса снималась в Питере в сериале «Разведенные мосты» с Кириллом Лавровым. На площадке танцевала и веселилась. Она ничего не предчувствовала, вспоминала дочь. Вот так вздохнула, руки развела и ушла в одну секунду. «Бездыханную жену нашел Дмитрий Федорович, вернувшись с утренней прогулки. До последнего вздоха он не мог смириться с утратой. «Мне все кажется, что откроется дверь и Клара вернется», — плакал Мамлеев. Она часто уезжала, а последняя командировка что-то затянулась. Со дня смерти актрисы прошло 18 лет. Покой она обрела на Новодевичьем кладбище. На могиле Клары Лучко стоит памятник из белого камня и фигура ангела. За последним пристанищем артистки ухаживают родственники, а поклонники все еще несут ей цветы.